ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И тут сразу хотелось бы вдести некую ясность. В день выступления президента апелляционный суд Киева отказал в признании факта вооруженной агрессии Российской Федерации в автономной республике Крым и на востоке Украины. При этом заинтересованными лицами при рассмотрении дела были и СБУ, и Минюст, и Генеральная прокуратура, и администрация президента. Вы бы уже определились, таки есть агрессия или ее все-таки нет. Тогда зачем он постоянно об этом говорит? Продолжая свой спич, президент сказал. Тих, кто любит спекуливать на тему, что пока война, кто-то что-то заработает на торговле с Россией, мае зацекавить финальную цифру. За последние годы опция нашего экспорта до Российской Федерации впала в 5 разов. И, напевно, это думали они, что поставят Украину на колено. Что резко взросли безработицы, зубочинь. Но так не сталося и не станется. Мы шукаем и находим новые рынки. Интересно, о ком говорит Петр Алексеевич? Кого имеет в виду? Как видим, наш уважаемый президент уже нашел и продолжает дальше развивать новые рынки. Сохранил и строит новую фабрику Рошен на территории Российской Федерации. И эта фабрика исправно платит налоги в казну страны-агрессора. Продолжая, гарант отметил. Война сняла с порядку денного много вопросов о идентификации чужих и ворожих украинских интересов, символов, традиций и культурных ходов. В рамках закону про декоммунизацию демонтировано больше, уявите собі, 1200 идолей Ленин. 26 районов, 987 населених пунктов скинули с себя коммунистичные назвы, которые невидимыми, ментальными нитками привязывали их жителей до прошлой империи. По факту сноса памятника вождю мирового пролетариата, молочками в балаклавах и масках, начато уголовное производство. Однако никакого правового решения до настоящего времени не принято. А теперь, оказалось, что это является достижением власти, так это власть в балаклавах была. Подводя итог почти часовой речи президента, хотелось бы привести высказывание внефракционного депутата Верховной Рады Якова Безбаха, который заявил, что не услышав от президента реального плана вывода страны из кризиса, мы зависим от того же МВФ, от экспорта. Сегодня промышленность практически стоит. От президента я не услышал, что нужно делать с нашей промышленностью, с безработицей и как выходить из этой ситуации. Посмотрите на наше правительство. Там практически украинцев нет. Нами правят учителя, футболисты, музыканты. Своих, получается, нет. Безграмотная страна, заявил Безбах на брифинге в парламенте Украины.